Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня наша тема лекции в уроке. Будьте внимательны. Болезни заднего прохода человека. Кому непонятно о чем речь, анатомические сайты вам в помощь. Посмотрите анатомию. Там очень хорошо изложено, что такое задний проход человека. Какие болезни настигают человека, если те или иные меридианы не выполняют свою функцию. Мы сразу скажем, что данная точка В10 Тяньжу контролирует задний проход человека. Имеет огромную связь также с мышечными слоями прямой кишки. Итак, анатомия вам в помощь. А как вообще восточная медицина рассматривает эту проблему? Прежде всего нужно смотреть, как простирается данный меридиан. Мы взяли один меридиан мочевого пузыря. А вот если мы сюда еще добавим к этому меридиану меридиан почек, меридиан печени, меридиан поджелудочной железы, и сразу же мы увидим, в каком состоянии прямая кишка. Вот и все. Элементарно просто. Когда люди приходят с этой проблемой, вот эта проблема разрешима при одном условии. Нужно сделать диагностику и посмотреть меридианы. Особенно важнее, как выполняют свою функцию. Если меридианы воспаленные, то у каждого человека болезнь одна, а все болеют по-разному. Вот так на Востоке написано в Библии медицины. Потому у каждого человека болезни заднего прохода, либо прямой кишки, по-разному у каждого проявляются. У кого-то это огромное воспаление, у кого-то выпадение прямой кишки, у кого-то расстройство слизистой оболочки. Потому здесь очень интимная вещь, к ней нужно подходить строго индивидуально. Потому восточная медицина очень хорошо помогает снять воспаление, привести в порядок. Но от человека все-таки следует содержать этот порядок. И знать свои уязвимые места. И данная точка В10 Тяньчжу является точкой универсальной. Почему? Ну, во-первых, она вместе с почками контролирует, правильно, задний проход человека. Мышечный слой прямой кишки. И не только. То есть можно сказать, что данная точка всегда используется при всех заболеваниях заднего прохода и прямой кишки. Единственное, ну, нужно знать, в каком состоянии эти меридианы. Либо они воспалены, данная точка расслабляется. Либо они слабые, вялые, данная точка тонизируется. Традиционно те, кто хотят помочь себе, не знают, как работать с данной точкой. Чтобы не навредить себе, правая точка В10 Тяньчжу тонизируется массажными движениями. Левая седатируется. На следующее утро нужно сделать наоборот. Тем самым вы не нарушите свою гармонию и, скажем так, что не навредите себе. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...